чего бы хотелось начать это такая штука называется менеджеры контекста зачем она нужна так не очень хорошо видно вам тоже можно рекомендую следить по по лекции как только у меня все установится мы с вами еще сможем это все выполнять зачем это нужно но вообще когда мы говорим про вот вывод наверное самая популярная задача которая у нас встает это подписать почитать что-нибудь с диска но дело в том что много чего может пойти не так когда мы будем пытаться это делать файла нет нет прав кончилось место кончилось место но там я не знаю на диске или там а и ноды кончились там вы пытаетесь сделать что-то еще во временных файлах а там кончилось место ну то есть куча всего может произойти и когда мы говорим про вот вывод так или иначе мы будем сталкиваться с какими-то ошибками и но нужно быть сразу к этому морально готовым это то место где ошибки возникают в общем чаще всего и в этом контексте часто с ними приходится иметь дело нельзя на них как бы забить да то есть нельзя думать что их не будет они точно будут и обыкновенный способ чтения файлов это просто в команда open и можно что-то сделать да то есть там прочитать файл там закрыть его открыть то есть обыкновенные операции с файлами базовыми это открыть прочитать записать закрыть причем стоит учитывать что если вы пишете файл то пока вы его не закрыли вы не можете быть на сто процентов уверены что те изменения которые вы записали они на диске потому что в операционных систем есть манера кашировать такие изменения потому что операция записи на диск она очень дорогая мы там потом еще к этому вернемся про стоимость этих операций дорогая не в смысле что она там что-то потребляет необратимо в том что она очень много времени занимает и пишутся специальные планировщики то есть по сути программы которые стараются оптимизировать работу с диском так а когда когда мы говорим еще и про там распространенные сейчас диски жесткие с пластинами и с блинами то для того чтобы просто найти место куда то есть позиционировать головку которая выполняет запись там это тоже там несколько миллисекунд то есть это по сравнению с там со скоростью выполнения каких-то процессорных операций арифметических это просто космические крыс космическое время это там в миллионы ротом на 3 на 4 там на 6 порядков по моему больше сейчас мы можем сейчас как раз раз уж время за это зашла об этом речь есть такая штука числа который должен знать каждый программист она прям гуглится ровно по вот такому названию это просто таблица я рекомендую кстати себе ее но не то чтобы распечатать но иметь в виду хотя бы один раз эти в голове цифры уместить обращение кэшу процессора то есть чтение из там по сути из самой ближайшей памяти к процессору то есть как какого-то значения половина наносекунды это 10 минус 9 произвольный доступ жесткому диску это 10 миллионов наносекунд то есть разница на 7 порядков то есть можно 10 миллионов операций с процессором сделать за то время пока просто мы прочитаем там какой-то один байт грубо говоря с диска вот из нужного места то есть это пока он спозиционирует головку прочитает отправит вам там машине и она поступит в процессор то есть ну понятно да разница цифр и поэтому эта штука это которую это это такая штука которую надо оптимизировать то есть доступ к жесткому диску мы сейчас с вами об этом подробнее поговорим вернемся к старту да к менеджерам контекста это такая конструкция специальная это в общем специальный синтаксис языка который вам позволяет но в данном случае мы рассмотрим простой пример это работа с файлами мы открываем файл первый параметр это разумеется имя файла тут в общем достаточно очевидно вот это этот режим с которым мы открываем файл есть три основных режима это r как здесь чтение read w write запись и есть еще а это append это запись но в конец то есть он открывается на запись но когда мы начнем туда записывать данные пойдут в конец файла они не будут перезаписывать ну что если мы откроем на чтение он просто начнет заново как бы с нуля читать он его обнулит и будет перезаписывать вот эти две конструкции они делают одинаковые вещи мы открываем файл ну точнее похожий да здесь мы открываем файл на запись получаем в f переменную так называемый указатель на файл но указатель не в смысле как си указатель а handler да это более такой уже привычный русифицированный термин file handler это идентификатор в операционной системе вот этого файла мы его открыли можем с ним что-то сделать самое простое что мы можем сделать это на перед например туда что-нибудь написать вот мы написали какую-то строчку ну вот вот такую там даже сегодняшнее время вместе с вот с вот такой бешеной точностью вот эта конструкция дед похоже но наоборот мы открыли его на чтение прочитали и что-то сделали но когда мы читаем мы должны его закрыть и вот здесь помимо строки которые мы прочитали я вывел еще то что он закрыт closed а вот теперь я сделаю то же самое что мы сделали здесь но по по дороге я сделаю какую-то ошибку да то есть я просто явно вызвал исключение что-то пошло не так там где-то мы что-то переполнили там не прочитали ошибка может возникнуть в любом месте не с самим файлом а вообще просто где-нибудь ну то есть мы например получаем данную сети чем с ними делаем и кладем в диск вот тоже самое возникнет ошибка и это закончится тем что файл у нас файловый handler который принадлежит нашему процессу он не будет закрыт и это очень плохо во первых это означает что другой процесс с ним тоже там по сути ничего не сможет сделать а еще хуже если у нас постоянно работающий процесс какой-то сервис который там по сети вот обслуживает какие-то запросы и пишет какие-то файлы не знал логи мы собираем то через какое-то время вот эти файл хендлер и кончится операционная система не любит какого-то безумного бесконечного расходования ресурсов и на почти любые вещи есть какое-то разумное ограничение по моему больше на один один процесс не сможет открыть хендлеров больше чем 65000 но там сколько это два байта 536 и это касается не только файлов это еще сетевые сокеты считаются хендлерами то есть по сути там один процесс там connection of не может больше чем ну там держать потому что у него сокеты кончится по которым к нему соединение приходит ну условно и ну соответственно если у вас такая ситуация происходит какой-то регулярность то через какое-то время у вас процесс просто перестанет работать там например принимать соединение потому что у него кончились хендлеры да то есть его не дает операционная система не открыть файл не получить соединение чтобы этого не было существует вот эта конструкция потому что она на самом деле гарантирует что чтобы не произошло внутри блока вот этой синтаксической конструкции то будет вызван специальный метод который как бы весь мусор почистит все что надо закроет соберет уберет ну то есть все все сделает и файлы это всего лишь один из примеров на самом деле это такая штука которая используется но не так чтобы прям очень часто но используется для нее есть много при применении так как вы уже знакомы с объектами то вот этот вот эта штука с менеджерами контекста она релиз реализуются как магические методы объекта слышали про магические методы уже какие-то да то есть и нет вы уже точно знаете вот для менеджера контекста есть два метода один называется enter вход да и exit выход enter вызывается вот в этот момент когда он вызывается в блоке будет то есть мы можем изначально сначала сконструировать что-нибудь то есть ну грубо говоря да если мы делали свой какой-то open класс то вот в этот момент вызывался бы и нет потом вызывался бы enter и мы вот в этой переменной f положили бы то что вернули в интере то есть вот это точно такой же файл handler вот я реализую как 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 тот который реализован системной команды open то есть мы при инициализации открываем потом возвращаем файл handler а в exit мы его закрываем и суть в том что этот exit он вызывается если блок закончился естественным образом просто потому что весь код выполнился никаких ошибок не было но и в случае ошибок и причем здесь есть специальная конструкция которая позволяет вам эти ошибки как-то обработать и или логировать или отреагировать как-то по-разному в зависимости от того эксепшена который случился внутри блока вы и этот ну вот эта штука она реализует ровно ой что ты не то сделал она реализует ровно ту же самую логику как встроенный handler вот я вам просто показываю что она работает вот я и реализовал назвал просто немножко по-другому здесь что-то попытался прочитать потом сделал ну то есть она даже прочиталась и вывелась вызвал исключение но файловый handler закрыт то есть миссия выполнена и на самом деле вот эта конструкция с блоком будет она используется не только для файлов да это могут быть сетевые соединения да ну с таким же успехом но не похожи на файлы но есть и более оригинальные конструкции ну вот например transaction atomic это из джанго там мы через несколько лекций наверное с вами про него поговорим но это веб-фреймворк и это для работы с базой данных то есть мы делаем несколько запросов и если хотя бы один из них вернет какой-то exception или мы его там намеренно бросим скажем ой у нас какая-то внутренняя машинерия сработала неправильно у нас там где-то минус какой-то или чет не хватает или что-то уже там было продано утекло мы не можем завершить транзакцию мы бросаем exception и он exit он смотрит если ошибки не было то транзакции фиксируются а если была ошибка то транзакция откатывается для вас это очень просто вы делаете вот transaction atomic делаете несколько каких-то шагов и доходите до конца и знаете что они или целиком применились или целиком нет да то есть это как такой единый блок и точно таким же образом можно заблокировать файл то есть есть встроенная ой встроенная библиотечка питоновская называется файлок это просто она системные блокировки используют для того чтобы можно было ну вот что такое сделать до заблокировать файл убедиться что его никто не будет а кстати файл по похоже все таки да чет я вам вас немножко обманул файлы могут конкурент написаться если вы их явно не заблокируете ну не суть то есть можно вот получить какую-то блокировку и в мультипоточной обработки есть там mutex и и локи там и семафоры то есть примитивы синхронизации то есть можно прям наглядно организовать то что называется критическая секция то есть это блок кода который одновременно выполняется там ровно одним потоком единовременно и не больше то есть не никто не может там параллельно начать работу с той же самой операции то есть выпал делать то же самое и есть такая штука то есть ну окей то там понятно то есть это можно какой-то примитив который похож по структуре что вот блок должен выполняться там целиком или что что-то должно проконтролироваться с этим блоком его можно реализовать вот таким образом но есть даже вспомогательная библиотека называется контекст-менеджер которая позволяет вам не реализовать целиком файл мире не в класс в господи для реализации этой штуки а написать одну маленькую коротенькую функцию которая будет делать то же самое она реализована при помощи ну по сути господи слова из головы вылетела ну и итератора да то есть это который конструкции yield то есть мы сначала yield возвращаем то что используется как хендлер ну как то что вернет в с попадет у вы блока обращиваем файл в трой блок и здесь можем обработать exception или если нам ничего не надо делать файл или там что-то закрыть или что ну что-то сделать то есть то же самая конструкция что в классе было описано но проще ну в общем я реализовал такой же closing штуковину которая которую сам делал ну то есть обертку но уже в виде просто функции то есть она заняла вот там буквально четыре строчки ну и теперь этот closing я использую не только как так как мне теперь уже не важно что это такое я сам это не конструирую я теперь могу это использовать не только с файлом а еще с урал реквестом да точно так же его надо закрыть и я его закрыл вот и плюс там еще есть всякие такие штуки которые ну как 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 сказать которые позволяют облегчить работа на не очень часто встречается честно говоря эту штуку там один раз по моему использовал но вот этот блок он позволяет подавить исключение то есть вы можете сказать вот эта конструкция suppress файл от founder or это значит что если случится вот такой exception она его просто проглотит и ничего не сделает но смысле вы его там отлавливать не нужно try except не нужно делать вы его игнорируете и все ну в общем весьма удобная такая история ну перейдем уже как это присказка закончилась перейдем ближе к к импуту и аутпуту и базовой операции как я говорил это чтение запись и api ap and да то есть вот это мы что-то записали и прочитали вот здесь я дописал их несколько штук пять штук да и это сделано в 2 секунды это 8 секунд то есть вот это первая запись это вот эта запись то есть она не стерлась за тот момент пока то есть она просто осталась файля мы в конец дописали еще что-то и прочитали вывели да вот здесь мы прям а да здесь операции чтения забыл обратить ваше внимание когда открывается файл он по сути уже поддерживает интерфейс и итерирование по нему то есть он является уже итератором и он по дефолту отдает построчно и он это еще и делает весьма там неплохо но в том плане что он не для этого не требуется зачитать весь файл в память он его будет кусками вычитывать отдавать вам строчки кусок кончится он еще прочитает то есть это еще эффективно по памяти то есть таким образом можно прочитать большой файл и ничего плохого не будет просто вот такой конструкции for line in f но если прям очень надо можно прочитать и целиком сразу все вот эта конструкция она прежде чем вывести она прочитает все в память то есть если там будет какой-нибудь там огромный файл то всю память сожрет вот эта конструкция не сожрет память а вот это сожрет то есть для больших файлов вот это предпочтительней но обрабатывать порциями есть еще более низкоуровневые конструкции которые нам понадобятся для чтения и записи байт это позиционирование файла на каком-то конкретном на какой-то конкретной позиции чтение нужного количества байт то есть я вот здесь просто пропустил 25 байт прочитал там тоже какой-то 30 байт да то есть это сик это позиции причем там есть можно отмотать с конца какое-то количество байт можно сначала и прочитать можно если без параметров там прочитает все до конца файла а если указать число то он прочитает нужное количество байт но стоит вот обратить внимание да то есть напоминаю не то что напоминают краткий ликбез потому что без него никуда не деться байты и символы это не одно и то же и это очень важно ну то есть во многих ситуациях это может являться проблемой если говорить подробнее про эту историю то изначально в сам в самом на заре компьютерной вот всей этой истории была одна кодировка все это в штатах появлялась называлась аски да я уже не помню как она расшифровывается но суть в том что для каждого символа использовался один байт часть этих байт давайте кстати посмотрим часть этих байт использовалась для чисел ну вот она вот по сути вот у нас это как раз байт тех самых часть использовалась для каких-то управляющих символов типа отсутствия его там перевод строки возврат каретки там бит там сигнал по моему был специальный и символы часть там цифры знаки какие-то специальные до буквы большие и маленькие вот это вот был как бы основной набор символов и неправильно сделал и ну как бы там все замечательно за одним исключением символы там только американские ну то есть там английский алфавит и на заре всего этого развития было очень неудобно почему потому что если у вас файл в какой-то ну написан например по-русски или там по-китайски или по-японски или еще как-то вам нужно было знать как он закодирован потому что получается что байт это одни и те же и вам нужно знать какой байт какому символу соответствует потому что вот например windows 1251 тоже популярная кодировка она нужна была для русских символов тут все совершенно по-другому да то есть другие символы она тут она помни вся приведена ну ну ладно не суть то есть у вас идет набор байт и если вы не знаете в какой ну в какой они кодировки то вы не сможете прочитать информацию оттуда потому что но это будет выглядеть как непонятно что и в какой-то момент стало гораздо с этим проще потому что получилось по и появился youtube youtube это такая штука которая позволяет форматировать сразу большое количество символов на многих языках на прям даже эмодзи там или еще что-то позволяет кодировать как это получается это получается с помощью двух таких компонент один компонент это юникод это единое такое глобальное обозначение для символа то есть есть куча символов это языки там вот картинки эмодзи там специальные диакритические знаки там модифик модификаторы типа как крышечка там над и кратким или там еще там две две точки которые там умлял называется если мне память не изменяет все вот эти штуки они все получили некий числовой код и обозначение текстовое что мы знаем как идентифицировать то есть все люди по всему миру вот с помощью вот этого юникода знают что вот русская а это вот такой вот символ и второй компонент это непосредственно кодирование ну то есть этих символов как это как этого достигли и т.ф. 8 это такая кодировка которая для цифр и для символов латинского алфавита но использует кодировку которая максимально похожа на ски то есть если вы возьмете аске файл и там будет там текст грубо говоря обыкновенный там без каких-то супер сложных управляющих символов и вы скажете что эта кодировка не т.ф. 8 вы ее прочитаете но когда там используются более редкие символы она превращается в многобайтовую кодировку то есть она ставит первый символ специальный типа это не обычный символ а там из какой-то дополнительной странице да то есть там но его нужно искать не не вот в этой вот 200 256 символ или 255 символе страницы of на какой-то другой и там уже дальше идет обозначение да то есть не те в 16 это 2 байта youtube 32 это 4 байта то есть 4 байта используется на каждый символ зачем они нужны до казалось бы вот используем вот такую вот что 6 но там в лучшем случае один байт остальное как получится но дело в том что в такой кодировки во первых в youtube 8 если мы используем символы например русского алфавита или какие-то еще более хитрые символы там китайского то мы заранее не знаем какой символ сколько байт займет и поэтому с этим могут возникнуть проблему то есть если это там один байт один символ или два байта один символ что чтобы перейти там какому-нибудь 16 символу вы промотали 16 там 32 байта до для 2 байтовой кодировки и начали читать в этом случае нет вам придется прочитать весь текст чтобы знать сколько было символов ну или знаков да или рун они там называются там в разном там в гопом там специальные отдельные методы запилен для того чтобы проходить по такому тексту символ за символом там рунами и пока вы его не промотайте вы не сможете перейти к какому-то энному символу потому что вы не знаете сколько байт они занимают и плюс еще в youtube 8 какие-то редкие символы могут занимать больше байт чем в youtube 16 ну то есть не те в 16 они так как мы уже знаем что мы используем там какое-то подможество редких символов если она в них входит то любой символ из этого подможества будет занимать 2 байта здесь какие-то один как какое-то два какие-то могут и 3 байта занимать вот ну еще раз как бы скажу что напомню что unicode не стоит путать с youtube то есть unicode это некоторое обозначение единое что вот этот символ мы точно знаем что это он у них там есть числовой некая некий код там в большой таблице и там еще литерал по моему это называется то есть универсальное обозначение символа то есть прямо там написано греческая альфа большая там или еще как-то так сейчас них где-то тут должны быть примеры господи это таблицы символы ну там сейчас ох ну вот там например неважно какой-то из них есть вот вот гурмухи letter а то есть вот это его название символа то есть есть сам символ код и его еще обозначение то есть прям универсальный то есть этот код код символа можно получить по вот этому обозначению она уникальна а utf это способ кодирования в байты символов из вот этой огромной unicode таблицы но насколько мне известно 4 байта хватает сейчас на все и она еще целиком не заполнена то есть там есть еще пространственные блоки которые заполняются то есть из-за того что то есть судя по тому что там уже есть клингонский там есть эмодзи различные еще модификаторы раса там у расы пола и сексуальной ориентации то место там еще явно хватает если люди такой чепухой занимаются то видимо если у нас появится еще какой новый эсперанто или ему подобный то он тоже туда поместится я думаю что эльфийский алфавит из толкина там уже есть или скоро будет ну то есть место хватает 4 байта явно хватает подо все и вот теперь я хотел бы обратить ваше внимание что до этого когда мы работали с файлом мы всегда писали его в utf utf очень удобная кодировка в том плане что для большинства ситуаций ну в нашей с вами ситуации если мы говорим про идти про веб она подходит до языки программирования html там или ну все такие штуковины они по дефолту используют символы которые в utf помещаются в один байт то есть и заски таблицы если там используются какие-то локализованные строки то их гораздо меньше и поэтому мы на большую часть символов вот этого текста технического программы html страницы ну каких там xml там джейсона у нас большая часть будет 1 байтовая а те части которые используют символы более редкие из каких-то локализаций они будут использовать больше байт но он сам с этим разберется да то есть если мы читаем потоково от начала до конца и нам все данные нужны то это самый удобный вариант и он много где используется по дефолту в частности он используется в браузерах да то есть если вы отдаете html страницу по http запросу то сейчас это уже всегда utf ну что я думаю что никто из вас не застал ситуации когда вы заходите на русскоязычный сайт и начинаете переключать кодировки там вин 1251 к и 8 там потом utf попробовал и какая-то из этих трех должна сработать но когда ты просто заходишь на какую-то страницу браузер ниоткуда не может знать какая кодировка используется ну то есть некоторые могут попробовать угадать но получится или нет там бабка на двое сказала дефолтная кодировка это utf но мы можем указать явно кодировку вот это например кодировка которая используется по моему до сих пор используется windows хотя может быть они уже как бы исправились и перестали так делать но до этого вы любой текстовый файл блокноте открываете пишите сохраняете и он записан вот в этой кодировки cp 1251 то есть если там русские символы он использует эту кодировку и мы ее сейчас используем она поддерживает русские символы никаких проблем нет мы берем и читаем ой нет и не читаем потому что мы явно кодировку не указали то есть вот эта ошибка к сожалению бывает встречается на вот особенно у меня когда я начинал работать с питоном и пытался читать писать файл из диска я ее видел очень часто тут написано что utf не может декодировать те символы которые ты прислал у тебя там какие-то специальные то есть мы залезли в какие-то управляющие символы utf а дальше там написано какая-то каша да то есть он не может это декодировать почему потому что мы не применили кодировку да то есть мы записали в cp cp это code page сокращенно code page 1251 а читаем в utf 8 или просто utf то и не можем давайте укажем явно злонамеренно прям не ту кодировку 1252 по моему это какая-то из наших братьев славян кодировку ну то есть чешский какой-то или хорватский что-то такое она говорит да без проблем я символы покажу вот они но они явно не те то есть у него то есть когда он пытался прочитать utf там прям возникла какая-то ошибка что он пытался на там поискать символ в какой-то странице например а такой странице не существует или еще что-то такое или там какие-то управляющие специальные конструкции но если это более простая кодировка а-ля а-аски да вот кстати можно маски указать по моему тоже должно работать ой вот так тоже нет нет все таки правильно указал не тут тоже что-то не хватает не тот не тот символ ну не суть так но если мы заглянем внутрь мы увидим что вот я сейчас добавил специальный модифицирующий символ его можно добавить ко всем операциям open и копент и кврайт и крит это точнее префикса пост фикс суффикс до б он называется ну то есть он говорит о том что мы хотим читать в двоичном формате байнере то есть мы теперь прочитали вот до этого сейчас cp 1252 до этого здесь была чушь написана но это была строка то есть он это интерпретировал как строку когда мы прочь добавили байнере мы прочитали низ не совсем строку уст в эти строки появился префикс b то есть это уже набор байт то есть он это не интерпретирует как строку для него это набор байт и в этом случае он пытается вывести их как аске но в смысле как но те символы которые для него перестают иметь смысл вас ки кодировки он их выводит числовыми кодами и вот они выглядят вот так вот это первый байт вот это второй байт 3 16 личной системе в хексе да то есть slash x и вот в хексе вот этого байта вот эта часть символов у него возмущение не вызывает и он их может интерпретировать как символы ну ласки ты сам ласки кодировки ну или view tf8 это там в данном случае одно и то же то есть она совпало просто они наложились на нормальные символы и он это смог вывести но мы можем обратить внимание на то что тип у этих сим ну то есть теперь это уже не строка это набор байт и для байтов ну мы сейчас поподробнее на этом остановимся с байтами другие операции если мы говорим про символы то ну точнее про про набор байт то у них есть в качестве если мы все-таки хотим использовать их как строку то самый простой способ это их декодировать есть две операции n code и decode decode она берет строку байт мы передаем кодировку которую предполагаем что там должна быть если не передадим никакой он будет интерпретировать это как и utf опять же ну дефолтную дефолтная кодировка и т.ф. и получает уже строку то есть вот это уже строка то есть байт набор байт и строка это вот два разных типа данных с разными наборами операций и ну они себя ведут по-разному то есть их можно случайно запутаться но на это стоит обращать внимание то есть ну что но у вас есть какая-нибудь библиотека которая снаружи получает данные откуда-нибудь там из хттп там неважно еще откуда-нибудь стоит обратить внимание что она возвращает на может возврат возвратить на набор байта может строку а может то и другое в зависимости от того какой метод вы выберете ну то есть может быть у нее реализовано два метода как один возвращает то другой другое а вот теперь мы взяли и ту же самую строку за кодировали в utf и получили другие байты и я даже хочу обратить внимание что получили мы их другое количество потому что в utf там еще префиксы ну пишется определенный но теперь мы можем из вот эту штуку декодировать вот без параметров без параметров это значит utf и опять получить строку в лекции упомянута примерно тот же самый ликбез но наверное даже немножко более глубже там много где есть где можно ошибиться стоит обратить внимание и про юникод есть такой момент очень неприятный что две строки которые выглядят визуально одинаково даже больше скажу выводятся одними и теми же символами шрифта то есть в их не под лупой не под микроскопом никак не отличить и они являются двумя разными строками и одна из них может быть больше другой ну или там меньше то есть они будут неравны и почему это происходит потому что и краткая есть символ русского алфавита и краткая а есть символ русского алфавита и и к нему можно подтянуть специальным символом следующим за ним вот это вот ну крыжик данной над ним и так есть символы в немецком алфавите например который точно так же можно построить из обыкновенной буквы а потом добавить туда вот эти две точки угляут или там еще что такое то есть и в байтовое представление то и другой строки она будет разные если вы начнете их сравнивать между собой он вам скажет что одна из них не равна другой а больше или меньше и визуально вы никак там не не поймете что они одинаковые что они отличаются да то есть никак не определишь и для этого придумали отдельную функцию которая называется нормализация строк то есть он приводит одинаково выглядящие строки к одинаковому байтовому представлению то есть он знает как сим как можно двумя способами выбрать как как можно двумя способами реализовать один и тот же символ нарисовать да в шрифте и выбирает какой-то один из двух всегда один и тот же ну то есть как-то детерминированно один и тот же символ выводит чтобы две строки выглядящие одинаково были равны друг другу странная немножко проблема да то есть кажется казалось бы не такая проблема есть и иногда редко но бывает такое что вы с этим сталкиваетесь когда я с этим столкнулся я был конечно ну в шоке да то есть чет чет не работает там две строки не равны ты их выводишь консоль и не видишь никакой разницы ты начинаешь как бы срезы их там как-то еще там скопировал в редакторе посмотрел одну на другой но не одинаковый но не равны фантастика до итога потом уже там начинаешь чем-то таком и и думать а и прикол еще в том что ты их можешь скопить скопировать и строки там куда-нибудь в другое место они уже будут равными потому что в консоли ник там выявились таким образом ну сюрприз стоит иметь это стоит это иметь в виду от не очень часто бывает но бывает теперь все таки подробнее поговорим о байтах байт и они чем-то похожи на строки а чем-то нет похоже тем что по ним точно так же могут быть сделаны то есть у них есть многие методы как у строк они поддерживают срезы у них есть сплит там джойн ну в смысле что все все вот эти паху ну то есть многие операции find то есть операции которые есть у строк они есть и у байт string носу байт простите у байт из 2 питона байт строка здесь просто байт то есть они есть у массива байт то есть единственное что важно помнить что не перепутать то есть если вы начать например передадите в сплит строку то он скажет что извините тип несовместим здесь должна быть байт string то есть но это разные вещи а когда я поставлю вот здесь бета это уже будет ну определенная такая история то есть он уже будем подразумевать здесь какую-то какую-то кодировку и насколько я понимаю будет как раз аске вот а по дефолту сплит без параметров бьет по пробельным символом но он и здесь пытается определить пробельные символы ну как умеет точно так же можно а вот вот здесь мы с ними работали похож так так как будто они стройки ну или похоже на стройки но в общем то на самом деле это набор чисел их никто не не обязывает быть печатаем символами да то есть если я возьму элемент по индексу или возьму ну превращу их в лист в список то это уже будут числа потому что для него это набор байт байт это надеюсь не надо напоминать но раз уж начал скажу да то есть это число от 0 до 255 включительно то есть ну вот это для него и есть числа они также как строки и мутабельны но они хранят похожим образом нельзя просто взять и поменять символ внутри байт до набора байт но можно преобразовать набор байт в байтеры то есть это уже такая штука которая немножко более низкоуровневая и представляет собой массив байт вот у него можно поменять какой-то конкретный символ это может быть вы там какую-то какой-то кастомный формат делаете или какую-то кодировку перекодировку самостоятельную до в рукопашную ну это можно сделать и можно даже что-то попробовать ну там преобразовать обратно там вот строку я сейчас поменял инкрементировал один символ и ну получил уже другую какую-то другой другой символ декодировал обратно в строку ну там получилось но чаще всего речь идет о том что мы используем это для каких-то низкоуровневых вещей да то есть вы там какую-нибудь математику делаете или там какое-нибудь кодирование ну то есть уже просто что ну просто вам понадобится потом это куда-то записать вывести да и она удобнее ну ну в смысле что он будет уже фиксированного размера я не думаю что вы получите прям очень большую разницу по скорости с листом и нет смысла использовать для там набора чисел не лист а вот эту штуку это скорее для кодировки но в этом посмотрите методы которые она реализует хочу кстати можно прямо сейчас и посмотреть вроде мы все должны успевать ну сейчас ну вот он скорее ближе к строкам то есть мы что-то поменяли а потом начали вызывать методы как как в строках то есть капитал капитала из у него есть and win win with starts with там найти она вот зато он может еще там в hex например преобразовать но похожие вот такие штуки есть как у байт стринга ну то есть скорее это больше для каких-то блоки для каких-то кодировок мы будем использовать то есть это что-то похожие на строки но не строки вот если у нас появляется какая-то более сложная структура ну например какой-то бинарный формат то есть очень хорошая вспомогательная библиотека называется struct она позволяет задать в не внутрь это как есть для форматирования строк специальная конструкция это такая же штука для форматирования байт и для чтения и записи то есть вы можете с помощью строки задать некий формат и расшифровать его и записать то есть она позволяет вам передать набор переменных она это как бы запакует то у него методы так и называются пак и он пак то есть он пак это вы передаете форматированную строку и набор байт он вам достает оттуда результат но мы сейчас посмотрим у меня лежит файл который просто картинка сейчас мы его откроем вот я нашел бесплатный заведомый снимок это снимок со спутника снимок венеры просто на нас а где-то лежал это bmp файл bmp файл содержит много служебной информации и этот пример он просто оттуда вычитывает вот тут просто два примера один такой получше смотреть ну как один вперед и читает каждое поле по отдельности да то есть он не не ну короче такой более развесистый вот правильное слово что мы здесь сделаем мы открываем файл venus bmp как на чтение в бинарном формате и начинаем вычитывать кусками байты и интерпретировать их то есть bmp read 2 это значит что мы читаем 2 байта и то что я это декодирует и значит я пытаюсь это декодировать как строку текста из двух байт в utf кодировки но будет так тут английские символы она совпадает саски и все нормально у нас выводится bm это видимо префикс самого формата дальше мы вычитываем 4 байта и вот здесь у нас начинает вступать в силу форматные строки сейчас я вам покажу мне кажется тут должен быть должно быть описание форматных строк нет все таки надо в интернете смотреть сейчас вот здесь посмотрим там просто есть табличка которая описывает какой символ отвечает за какой тип данных то есть один символ это какой-то один тип вот и большое это он сайт int 4-байтный то есть но тут есть обозначение для всех типов то есть вот ламбу то есть когда мы передаем символ он вычитывает как бы берет вот это количество байт которые здесь написаны интерпретируют как питоновский тип вот такой и тут есть целые числа флоты просто байт и заглушечные байты кто из которые просто игнорируется и строки то есть некоторые из конструкций могут повторяться но мы сейчас с вами увидим вот это и большое это он сайн int ну то есть четырехбайтовые беззнаковая целая вот он там был этот размер аж это short in the джинну двухбайтный вот он по два байта мы вычитали резервные к поля потом смещение там где заголовок да то есть вот white hate it with it это ширина и высота в пикселях да вот мы где-то тут тоже читаем это четырехбайтовый целый то есть вот всю структуру файла но это я конечно там выигрыз где-то пример скопировал количество цветов все это просто берем и вычитываем из формата то есть там нигде этого не написано мы должны заранее знать какой бать за что отвечает и вот этот формат собрать да но здесь мы читали значение за значением можно вычитать сразу много значений тогда мы передаем форматную строку в которой будет сразу несколько символов то есть как бы мы говорим что у нас здесь одно целое такое другое такое третье эдакое и все шнадцать байт туда отдаем а он им возвращает кортеж из переменных каждый из которых соответствует вот там одному символу вот здесь я это вывел просто красиво чтобы было понятнее если мы говорим про то что мы не читаем какие-то чужие форматы а кодируем что-то самостоятельно то вот как бы простой пример мы допустим мы хотим закодировать строку и мы говорим что но это такой тупой формат в том плане что мы первые 4 байта отводим на длину строки то есть мы говорим что у нас офигеть прям длинные строки могут кодироваться а дальше какое-то количество байт на саму строку и вот это выглядит так что 4 байта это длина сюда мы в шаблон подставляем длину строки мы знаем сколько она займет место в байтах а потом вот это количество символов то есть она получается сейчас итоговая форматная строка выглядит вот так то есть он подставляет 11 с то есть и 11 символов ну и читать мы будем точно так же мы сначала точнее похожим образом мы вычитываем первые 4 байта длины а потом это количество байт мы вычитываем уже как строку и вот у нас получилось строкам и и прочитали но это пальцы то есть это если мы хотим что-то очень там супер сжато передавать то используются двоичные форматы ну на самом деле если там быть балет что мы и указали да ну я как раз хотел проект про это сказать что ну на самом деле в реальной жизни так конечно не делают то есть если мы бы делали ну то есть если бы проектировали прям какой-то сжатый формат для передачи таких значений то мы бы сделали умнее ну мы бы например сказали что все числа от там от 0 до 250 4 до 250 4 0 и там до 250 обозначают длину строки вот такой длины а если большей длины надо то мы вводим специальные управляющие символы ну там говорим что например если 251 указано значит в следующих двух байтах указана длина строки там уже там более длинные там в трех байтах ну то есть чтобы короткие строки там коротко кодировали с одним байтом длина длинные строки там большим количеством байт но это там сейчас неважно фантазируем просто не то что фантазируем так делают просто там не хочется это прям сходу описывать и тут программу писать это я просто вкратце описываю просто есть там форматы там про то баф не знаю может быть вы слышали просто есть там более такие умные форматы которые как раз таким такой упаковкой компактные занимаются они примерно так и делают то есть там для поля есть тип и в этом этот тип часто совмещен с некоторой управляющей информации чтобы не там не множить количество байт может быть есть какие-то вопросы еще я чуть забыл раньше спросить про кодировки про байт и все понятно с кем ну я в основном вебчиком занимаюсь нет не часто ну как правило за вас это делать кто-то другой да то есть если мы говорим про криптографию или там не знаю что теперь с там поддержку каких-нибудь протоколов до кодирования декодирования то есть это как правило уже библиотеки делать я делал вот такую штуку с астрактом когда мы использовали кастомный но свой собственный изобретенный алгоритм для криптографии и это ну как бы тоже так себе по большому счету решения но там не было другого выхода потому что нам нужно было отдавать клиент наружу он там скомпилирован носи плюс плюс и рано или поздно если мы туда зашьем какой-то ключ его кто-нибудь оттуда достанет и поймет как мы шифруем данные и начнет это воспроизводить мы этого не хотели поэтому мы делали алгоритм шифрования свой чтобы его никто не знал обфусцировали код и раз какое-то время меняли этот алгоритм а на другой стороне на бэкэнди был питон который ну которым нужно было читать вот эти сообщения и вот там вот этот тракт как раз и был там был там контрольная сумма какой-то идентификатор клиента там расшифровали там какие-то вот эти вот штуки туда-сюда посмотрели проверили ну то есть вот но это вот очень нечастая ситуация если вам придет в голову изобретать свой алгоритм шифрования не надо у нас был очень специфический случай это очень плохая практика ну то есть чаще всего получится плохо тем более сейчас с этим как бы вроде все хорошо их там на любой вкус и цвет какие хочешь чаще всего что приходится делать с байтами это вот in code code это когда вы читаете с какой-нибудь файл из какого-нибудь источника и там какая-то лихая кодировка не utf это сейчас эти времена по сути заканчиваются к счастью да то есть utf уже почти стандарт де-факто и нам сильно повезло что это действительно так потому что когда это были кодировки это было мука то их вот реально вот я не обманывают я захожу на один сайт у меня перри перри перекорежена все вот эти вот все символы где я ищу там со второго с третьего раза выбираю кодировку которая там была использована этими разработчиками это кошмар 8 до нет я вот начинал с этого ну я еще раз повторю utf 8 она по она почти целиком совпадает с аске кодировкой это значит что там коды символов для английских букв цифр звездочек процентов и вот часто употребительных символов там больше меньше квадратные скобки они такие же как вас ки кодировки но как только там появляются символы других локализации русские китайские еще какие-то она ставит туда специальный вот на этом первом байте ставят какой-то специальный управляющий символ горит там надо поискать вот в этой таблице допустим и 2 байт уже значит символ в этой таблице а может быть что это как бы супер редкий символ она говорит следующие 2 байта обозначают таблицу и символ ну например ну я там условно говорю она сразу ставит 2 байта на символ но и это будет значит что там большая часть символов будет занимать 2 байта и там если вы не используете каких-то символов которые не вот из этой к кодировке которые помещаются виднув 2 байта этой в 16 вы всегда будете знать что один символ 2 байта потому что в youtube просто вы не знаете сколько символов занимает один байт точнее сколько байт за не про себя говорил со сколько байт занимает один символ то есть вам нужно промотать там не знаю 100 символов вы должны прочитать столько байт сколько займут эти эти 100 символов и это может быть и 100 а может быть и 150 и вообще там как как повезет но для редкоупотребительных символов изначально выбор там например ютф-16 может дать экономию место потому что они будут занимать 2 байта в ютф-16 а в ютф-8 например три байта еще потому что ну на самом деле сделали очень правильно во втором питоне не было явного разделения между по типам между байтовыми строками и просто строками и то есть ты не мог ну то есть сейчас ты можешь точно статически как бы вот запросить тип и понять это ну как бы уже utf ну то есть это как бы строки в питоне это юникод самой длинной кодировки utf-32 но они ввели оптимизацию что если для всей строки не нужен utf-32 но не надо 4 байта на символ он берет 2 байта на символ то есть это или utf-16 или utf-32 и это сделано как раз для того чтобы ты мог эффективно сделать срезы строк не прочитывать всю строку не под не читать всю строку чтобы отрезать там 50 символов или там 50 символов с конца да и вот кстати 50 символов с конца еще ху еще хуже ситуации потому что ты сложно определить да то есть там еще а нет ну неважно и суть в том что теперь ты можешь статически по типу переменной сказать что это юникод то есть эта строка ее можно выводить на экран или куда-то им ходить или это необработанные байт это то есть который еще нужно декодировать чтобы это стало чем-то человека читаемым ввели два типа и я считаю что сделали совершенно правильно потому что жизнь стала проще до этого началась какая-то магия где прилетела строка ты пытаешься вывести на экран она открыть свой я не могу декодировать utf символ и ты начинаешь а чё теперь с ней блин делать инкодить ее декодить ее в какое на кодировке ты постоянно с этим путаешься начинается магия потому что ты как-то вот конкретно сказать не можешь что там ну сделали мне кажется для этого и сделали правильно потому что теперь те библиотеки которые не хотят заниматься декодированием они не могут предположить кодировку полученных данных not например в там ну не знала не могу под строк вот этот да там он не знает что это если там какая-то строка из какой-то текст он не знает что это за кодировка и это нормально но он не должен знать это нет его нет нет у него такой обязанности из контекста понимать кодировку он тебе вернет байт стринг и ты уже дружище сам нут байт набор байт ты уж тогда сам разбирайся в своем прикладном коде какая должна быть кодировка его и и строка ли это вообще может это не строка то есть раньше получается бинарное чтение вот этого файла тоже возвращала строку тоже как-то так себе решение выглядела еще окей тогда продолжим вот этот сложен вот этот формат с астрактом это как бы такой хардкорный путь когда вам нужно что-то прям конкретно за оптимизировать сжать там прям какой-нибудь хитрый алгоритм и быстрый да то есть вы там никаких лишних тела движения назад там туда-сюда не делаете то есть это прям такой супер низкоуровневый но если мы говорим про то что вам вы пишете какой-то скрипт а если мы говорим про питон то чаще всего вы делаете именно это и вам нужно просто где-то прикопать данные ну сохранить на какое-то время и чтобы потом как-то переиспользовать то есть такая волшебная штука называется пикал и ее прелесть в том что вы передаете любой объект коллекцию тип питона который вообще есть вообще любой даже это вот если это ваш сконструированный вами тип и говорите сделайте мне из него байт стринг чтобы я это мог написать ну точнее байт набор байт чтобы я это мог записать например файл то пожалуйста вот я конструирую класс мой вообще собственность какими-то полями у него запихиваю его ну то есть тут вообще все что хочешь вот кортеж все это в дикшнере все это в листе внутри сет который там как-то вот этот самый и еще мой класс который я под придумал я говорю а пожалуйста зафигачь мне это в этот вот дам дам с он делает набор байт из этого то есть в это можете не знаю там по сети отправить чтобы другая такая же программа с таким же именованием классов могла это прочитать он там это все магически во что-то оборачивает делает и точно также обратно читает ну и причем стоит обратить внимание что есть два метода есть дам и дам ps и лот и лот с с в конце это значит что мы будем иметь дело со строками но но это это унаследованной с второй версии потому что вот как раз там были строки не было вот байтового типа там были строки и поэтому мы передавали строки и джейсон библиотека но это мы там попозже увидим у нее точно такая же история если эту с убрать то он это будет делать не в строку ну не в не в набор байт а туда нужно будет передать хендлер например хендлер файла который вы открыли на запись и он будет писать прямо туда и он это будет делать эффективно да то есть если у вас какой-то массив который там ну прям реально много потребляет там памяти нос мы что он там здоровенный или там пом даже даже наверное итератор можно туда передать он будет по нему идти и дам пить все эти данные в файл то есть блоками то есть будет кусок получать преобразовывать и записывать это нужно для большого количества для больших больших по объему объектов и файлов то есть чтобы два раза не вот не заниматься этой штукой чтобы он прям сразу туда это дам пил а ну копия будет да я понимаю вот у нас есть большой объем памяти мы там я не знаю строим дерево какой-нибудь в памяти с ключами да там key value она у нас уже есть в памяти мы говорим дам с и он делает копию которая в виде байт строки и нам нужно уже два экземпляра этого дерева хранить в памяти они должны поместиться а если мы сразу файл будем писать то один он будет его читать по нему идти и дам пить в диск но в смысле что большое количество памяти не потребуется но стоит обратить внимание что из незнакомых источников пикал лучше не загружать потому что может быть исполнение кода потому что выполняется и нет ну то есть по сути он конструирует то есть он использует метр репр метод репр при ну вот мы сейчас сделаем пожалуй вот так я вам покажу как это выглядит он использует метр репр метод репр для восстановления значения вот этого класса если одни чё не путаю да вот вам в момент загрузки сработал а нет это не в не в тот момент ладно простите короче это в момент вывода он сработал в общем можно можно получить исполнение кода там вы исполняется конструктор по моему класс если ничего не путаю и но можно кстати наверное сейчас это выяснить время вроде позволяет да это не вызывается нет сейчас ладно это можно ладно я сейчас не буду гуглить короче в при при в одном момент загрузки пиклом классов можно получить исполнение кода лучше так ну и лучше из незнакомых источников как бы его не загружать то есть обычно это готовится какая-то структура ну то есть учет делаете вам нужно сохранить промежуточные результаты выход с помощью этой штуки дам пяти на диск потом поднимаете и причем их не надо раскладывать как-то по файлам их можно в один там не знаю dictionary напихать по полям да или там лист да или еще что-то скормить его пиклу а потом достать в таком же виде и вообще разницы не заметите конечно да начали не прочитает то есть исходный код класса туда не кладется там он по моему по имени я сейчас ну да 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 ну то есть тело класса туда не войдет это прям точно он пом по имени класса будет пытаться сконструировать с таким же но он туда репр кладет и скорее всего паре про вызывает конструктор я думаю что примерно как-то так этого там просто если у класса есть метод я сейчас точно не помню как это пикл конкретно делает но насколько я помню что метод репр должен описывать все поля который достаточно описан чтобы можно было вызвать конструктор вот вот в таком виде чтобы получить такой же объект как у вас имеется ну то есть репру это внутреннее представление то есть оно нужно вот примерно для этого а то есть это не для того чтобы пользователь печатал ну пользователь видел там для пользователя есть стр представление и там unicode вот да а вот это байтовая байтовая скорее всего нет он его такое же сам построит но кстати мы можем проверить использует ли он чуть не вижу нет похоже не поменялся но окей значит там сложнее какой-то метод я до этого немножко обманул когда про пику говорил он использует специальный метод называемый reduce для как раз маршлинга то есть для представления этой байтовой строки что что делать чтобы его вернуть сделать сконструировать из него нормальный объект и вот здесь как раз можно вызвать какой-то код ну то есть если специальный метод определить то вызовется код то здесь мы могли бы вызвать как там сделать видимо вот так а он даже в этом самом используется в общем специальный метод для пиклость и в нем можно исполнить код я думаю что мы можем идти дальше следующий такой момент который тоже ну стоит знать это уже мы идем к таким более выскоуровневым инструментом первая штука которая приходит в голову это файловая система и есть специальный модуль называемый а с оперейтинг систем в котором очень много уже сделано для работы с файловой системой и атрибуты файла и там время изменения поиск там куча всего ну то есть там не знаю самое удаление файлов да то есть вот там самое простое что пришло в голову там path exist там а преобразование путей сделать разбить путь на составляющие с учетом местного разделителя да то есть слышь в одну сторону или в другую то есть которая работает на windows и на linux системах то есть там куча всего я рекомендую хотя образок пробежаться по нему глазами чтобы естественно опять же не велосипедить какие-то такие вещи которые там уже есть там очень много чего есть для в общем более удобной работы для более удобного поиска есть специальный отдельный модуль называется globe это по сути поиск файлов по заданной системе по файловой системе удовлетворяющих определенному шаблону вот это но мы поднимаемся на папку вверх и для всех папок ищем файлы которые заканчивают с расширением ipad mb то есть питон ноутбуки вот он нам все вывел то есть все очень просто мы заполняем шаблон получаем пути таких файлов для более сложных вещей есть специальный инструмент который называется волк он позвон как бы более гибкий сейчас много информации он возвращает папку которую он в данный момент обходит то есть просматривает ее под папки и файлы которые в ней есть и так для каждой папке он проходит то есть мы если мы на травме на какую-то директорию мы отдельно получим мы отдельно сможем просмотреть список директорий и всех список файлов и при этом это еще в как ну то есть делается итератором то есть можно там прерваться и все не просматривать да если мы там получили то что нужную информацию и плюс он это делает как бы запрос за запросом то есть опять же если там какая-то дикая структура не знаю вы там натравили его на внутренности гид-репозитория да то он не умрет вычитывая все вот эти бесконечные папки можно что-то найти более адекватно ну то есть вот тут как раз мы делаем то же самое то есть я выбираю только файлы и из них выбираю только те файлы которые заканчиваются на ipad бета сделать то же самое что здесь сделал глобом но через вот эту штуку и получаю такой же результат ну а нет лучше даже я получаю более интересный результат здесь я смотрел на глубину в одну папку а здесь я смотрю на глубину сколько хочешь папок и получаю счетчик поинт и в общем и все да то есть какие то еще промежуточная по этой файл то есть те которые на директорию ниже ну то есть это если немножко более заморочиться ну тут главная информация что ну чтобы вы про вещи помнили и использовали когда они нужны сейчас мы перейдем к такой штуки которая называется request это пакет который нужен для работы с http кто знает что такое http это хорошо в общем почти все я там немножко дальше расскажу про то как он внутри 100 устроен но это так называемый гипер текст трансфер протокол в общем основополагающий потокол протокол для общения в интернете используется браузерами для загрузки страничек но сейчас он используется еще много для чего то есть не только но это изначально для страниц вообще любые ресурсы файлы там какие-то еще штуковин он позволяет загружать картинки да в те же для тех же самых страниц но здесь мы рассмотрим пример попроще мы с помощью http протокола будем общаться со специальным тестовым сервисом который нам будет возвращать ответы в джейсоне кто знает что такое джейсон отлично джейсон я вкратце скажу джейсон java скрипт object notation то есть это некое специальное представление сложно структурированных объектов которая приехала к нам из джава скрипт языка и сейчас она тоже много где используется это текстовый протокол который удобно читать глазами и редактировать если надо глазами руками там что-то поправить можно если очень хочется но общем для сложно структурированных данных он весьма прост его просто читать и писать и он много от этого где используется здесь я сделал самый простой то есть реквест это это очень простая популярная библиотека для работы с протоколом http очень часто в протоколе http мы с вами делаем get запросы я указал урал на который надо сделать сделать get запросы то есть это не это делается просто request get и урал на который мы идем то есть адрес да как то с которым мы хотим получить информацию в результате вот что я выводу вывожу дефолтное представление ответа но респонса это такой специальный объект который возвращается и из которого можно вычитать результаты до 1 ну то есть дефолт на его представление это код ответа http код ответа я сейчас этим грузить не буду мы может попозже если останется время проект подробнее поговорим у него есть специальный атрибут называемый окей ну то есть выполнился ли он код ответа был успешен он получил какой-то результат если все прошло хорошо и можно вычитывать контент он скажет окей если произошла какая-то ошибка ну во первых он бросит исключение но одни сейчас в разных ситуациях если он полу если он получил какой-то ответ но код ответа какой-то не не такой то есть не не окей то здесь будет false и отдельно статус-код но это как код ответа здесь я дальше вывожу контент это что он конкретно вообще получил и вот это это непосредственно строка байт string которая приехала нам от сервиса ну тут какие-то скобки еще что-то такое но если ну то есть я тут еще использую опять же not request нужно ставить а джейсон это встроенная библиотека она идет сразу с питоном джейсон позволяет нам декодировать ответ ну то есть вот эту строчку преобразовать в структуру данных самого питона и мы получаем словарик ну мы обращались к тестовому методу джейсон теста под названием дэйд и мы получили время строкой время в миллисекундах как unix timestamp и отдельно дату строкой в европейском формате да то есть день месяц год через дефис то же самое мы могли получить прямо из самого объекта запроса вы вызвав метод джейсон то есть он уже сразу умеет декодировать джейсон то есть настолько он популярный это частая потребность и это встроено прямо сам метод он возвращает просто словарь да то есть тип этого ой ну тип print а то нам до тип объекта словарь в общем все что я хотел про нее рассказать просто мы сейчас ее будем использовать в нашем примере и мы будем разговаривать про многопоточность кто знает что такое потоки а что такое процессы чем они отличаются уже уже не так много самое ключевое различие на которое мне хотелось обратить внимание ну то есть которая нам сейчас будет интересно с которым вообще самое главное их отличие в том что потоки обращаются к той же самой памяти между собой ну то есть у нас есть программа мы говорим выполняем специальную команду по запуску потоков операционной системы это значит что с этого момента одну и ту же программу выполняют несколько ядер процессоров или несколько процессоров если это нога ядерная системного многопроцессорная система и с процессами происходит точно так же тоже одну и ту же программу начинает выполнять 22 ядра но в случае процессов у этих двух процессов память раз но наборы памяти с которой они обращаются они отличные то есть если один процесс поменяет у себя что-то в памяти какую-то переменную счетчик изменит то второй процесс об этом не узнает она у них с этого момента разъехалась и у каждого своя а потоки используют одну и ту же память между собой и они через это могут взаимодействовать да то есть как обмениваться какой-то информацией но важно учитывать что от два потока могут изменить один и тот же участок памяти конкурентно то есть они могут могут быть какие-то ошибки да из-за того что ну то есть там самая популярная ошибка 22 потока хотят инкрементировать какой-то счетчик то есть что-то считают и пытаются делать это одновременно два ядра процессора прочитали из оперативной памяти текущее значение счетчика допустим 5 оба его увеличили оба получили 6 и оба записали сначала один записал 6 потом другой записал 6 и в итоге мы вместо двух увеличений счетчика получили одно ну как печаль когда по-хорошему они должны были бы выполняться по очереди в том плане что если один поток получил значение счетчика 6 то если второй поток пытается инкрементировать этот же самый счетчик он должен подождать пока первый не закончил ну вкратце так мы сейчас посмотрим как это работает в питоне вот сначала мы рассмотрим так называемый примену под пример с потоками который хороший да то есть который нам дает выигрыш да зачем мы делаем много поточное приложение за тем чтобы ускориться то есть если мы вот сейчас пример мы используем тот же самый джейсон тест-сервис для того чтобы получать md5 сумму от каких-то строк мы бы конечно могли это сделать нормальный ни один здоровый человек так делать не будет ну то есть в этом смысла никакого нет но это просто нужно как для демонстрации у нас есть сервис в который мы как параметр передаем строку от которой мы хотим получить md5 сервис добрый за нас считает и возвращает нам результат дело в том что вот это обращение по сети она занимает какое-то время там в лучшем случае мы а я кстати не знаю можно даже померить сейчас по моему так это делается да мы у нас процессорного времени мы заняли там 10 миллисекунд а всего 320 то есть все остальное это пока мы сходили на сервер он там что-то сделал и вернул нам результат то есть такая история все остальное то сетевые задержки и теперь мы будем делать странную вещь да мы сформируем тестовый массив и строк в котором написано просто 50 строк и мы хотим у них у всех получить к вот этим d5 хэш и для того чтобы поступить ну как бы первый подход подход в лоб мы берем одну за одной строку отправляем туда в сервис получаем ответ записываем результат но как вы видите получается медленно но в том плане мы получаем 15 секунд всего да то есть но это примерно соответствует нашей оценке дату 50 строк на 5 строк полторы полторы секунды на 50 строк 15 секунд ну то есть плюс минус у нас так и получается что мы хотим мы хотим чтобы она работала быстрее да допустим это не md5 там я не знаю мы получаем какие-то важные данные откуда-нибудь и нам их нужно получать быстрее ну давайте будем сразу несколько запросов отправлять что мы для этого делаем для этого мы импортируем библиотеку которая отвечает за многопоточное выполнение программ и говорим что мы устанавливаем количество потоков равных четырем и мы четыре раза запускаем вот такую штуку то есть мы конструируем специальный объект который называется thread что по-английски в общем поток то же самое да мы передаем ему функцию которую он будет выполнять и дополнительные параметры которые ему понадобятся кортеж параметров которые будут переданы вот сюда в данном случае мы мы просто между потоками передаем стартовый индекс и так как они знают то есть они все видят вот эту переменную они ну то есть у нас четыре потока один начинает с нуля другой единицы друг другой с единицы 3 с двойки 3 4 стройки с индексов и каждый из них проскакивает по 4 индекса ну то есть он выполнил свой индекс прибавляет количество потоков вот здесь это будет следующий индекс ну который нужно посчитать ну то есть такая простая конструкция там есть более красивые решения просто мы сейчас это делаем как бы в лоб добру все там в рукопашную и когда мы конструируем вот такой объект то есть эта функция плюс какие-то параметры мы можем его сделать ему старт то есть запустить его выполнение и добавляем его в наш просто список таких объектов после этого мы можем выполнить специальную команду join что она делает она блокирует выполнение вот этого нашего основного потока из которого мы все запускали то есть они как бы запускаются в фоне да то есть если мы вот эту конструкцию уберем то они запустятся потоки не закончатся а наша основная программа уже подойдет концу она убьет те потоки скажет все хватит короче мы тут уже закончили уже ничего не надо можно ничего не делать и все завершится то есть мы не дождемся до конца результатов выполнения и все закроется если мы вызовем вот такую конструкцию join она блокирует выполнение вот этого потока из которого мы ее вызываем до тех пор пока вот этот поток не завершится то есть мы их все добавили в массив но в список берем первый говорим ждем пока он не завершится он завершился переходим ко второму говорим а теперь ждем пока этот завершится то есть и вот так все проходим то есть мы убеждаемся что мы не завершаем основную программу пока все потоки которые мы запустили пока они все не завершатся у нас 4 под потока и мы рассчитываем получить ускорение во сколько в четыре раза давайте померяем и мы действительно получаем ускорение почти в четыре раза это фантастика мы даже можем попробовать 5 потоков поставить и получить ускорение в пять раз прям реально в пять раз вот это как бы ситуация когда потоки цветут и пахнут прям самое самое классное я не знаю зачем это здесь но неважно а теперь у нас там была функция что мы ходили в сетевой ресурс и получали из него какие-то данные а теперь напишем нашу любимую из всех упражнений по программированию в уже наверно сто раз это видели функцию подсчета чисел фибоначо и мы ее специально никак не оптимизируем она супер тупая супер медленно и самое дебильное решение которое мы могли придумать и она жрет дофига процессора ну то есть это вот как бы сипию как это называется в терминологии сипе юбан задача то есть скорости выполнения целиком зависит от вычислительной мощности вашего процессора предыдущая задача она была так называемая и обаунд до input out bootbound мы были завязаны целиком на скорость исполнения какого-то стороннего сервиса и на скорость передачи данных на задержки то есть у нас процессор курил бамбук то есть пока вот эти четыре секунды там или три секунды выполнялась у нас не процессор не по ну как бы у нас все было пусто у нас ничего не было нагружено потому что он ждал пока ресурс ответит здесь он будет прям напрягаться вовсю мы делаем точно такой же пример за исключением того что их не 55 а а 35 потому что 55 таким способом мы будем очень долго считать она там экспоненциально растет поэтому но его нафиг мы получаем на таком количестве ну восемь с половиной секунд на тупое исполнение в лоб а теперь мы делаем ту же самую это реально вот та же самая программа которая была до этого с потоками с четырьмя потоками вот только она исполняет не ту штуку с этим с но она исполняет этот фибоначчи байду как думаете насколько ускорится вот человек знает самое печальное в этой ситуации что она не ускорится вообще она замедлится мы вместо девяти секунд получив 8 с половиной получили почти 9 если мы увеличим количество потоков она замедлится еще сильнее тут какой-то print нам и добавили нет смотрите-ка но быстрее в общем не стало почему потому что есть так называемый гилл это такая штука которая в общем наверное из объективных если вот перечислять объективные недостатки языка то вот это наверное один из самых плохих недостатков вот реально объективно это самая такая неприятная вещь что это такое это глобальный глобальная блокировка интерпретатора да то есть ну клуб global interpreter лог называется тут можно почитать есть татьяна хабри которая популярна это объясняет есть татьяна вики python которая про то же самое рассказывает но суть в том что когда мы работаем с несколькими потоками в питоне когда они пытаются изменить значение какой-то переменной когда они работают с контекстом питона по сути с тем что доступно в виде переменных и значения этих переменных при исполнении они берут блокировку то есть когда мы что-то считаем умножаем делим прибавляем склеиваем неважно что обращаемся хоть с какими-нибудь переменными питона в интерпретаторе это может делать только один поток одновременно то есть по сути когда мы написали эту программу мы ничего не ускорили мы только добавили потоки которые начинает работать один поток все остальные прекращают работать то есть они одновременно ничего не делать то есть одновременно два ядра не работают они по сути только добавляем накладных расходов на переключение вот между этими потоками на объекты на ожидании ну то есть мы ничего таким образом ускорить не можем это конечно звучит не очень ну и это как бы свойство самого языка то есть это создатель интерпретатор сделан таким образом я даже сказал точнее не сам интерпретатор разборка мусора сделано таким образом что когда библия когда какая-то переменная уходит ну то есть когда на нее перед точнее на когда на какое-то значение перестает указывать переменные у нее декрементируется счетчик ссылок и если он стал нулем она должна попасть в сборку мусора ну в общем детали реализация интерпретатора таковы что легко избавиться от этого вот этого гила от этой блокировки не получится были попытки то есть это в реально там среди новичков как бы такой вопрос многие приходят об этом спрашивают ну что ж мы так вот страдаем тут нельзя какие-то там распараллелить сложные вычисления несколько потоков как же так что делать мы все бросим уйдем в годом не знаю еще что такое но были попытки реализовать но к сожалению все эти попытки они популярные сценарии использую то есть есть там тесты нагрузочные чтобы убедиться что не замедляется выполнение каких-то типовых там так сценариев использования питона что он в целом не просил по производительности ни одна реализация пока не сумела эти тесты не ухудшить то есть мы в потоке ускоряем а в какой-то нормальной ситуации обыкновенной ситуации использования мы получаем худшие результаты это печально с одной стороны но в общем то есть тут и плюсы во первых как мы ну значительных значительном количестве вариантов использования из цифр которые должен знать каждый программист мы видим что стоимость ввода вывода значительно выше в плане времени выполнения чем практически все остальное и чаще всего ваша программа мои программы тоже также то есть чаще всего они упираются в скорость ввода вывода это чтение с диска это сетевые запросы то есть чаще всего ускорение с помощью потоков вот этого ввода вывода она дает вам необходимый выигрыш производительности то есть не вот ну то есть задачи которые ориентированы только на выполнение каких-то математин операций связанных с процессором это по сути какая-нибудь чаще всего ну не знаю это какая-то математика да то есть это что-то такое что во первых чаще уже решено на каких-то других языках программирования да но если мы говорим про математику то для python а есть библиотеки например на ipad нам пай или там пандас или там еще что то которые уже эти функции для работы с математикой реализуют быстро они это делают но тут написано на всякий случай если кто-то захочет покопаться но я сейчас наверное про это еще расскажу они реализованы просто носи и подключены как модули к питону и там все модулях можно эту блокировку отпустить то есть когда ты гарантируешь что ты во внутренности переменных которые используются в контексте питона не полезешь ты можешь сказать все мне пусть другие потоки работают я тут закачал себе данные я могу с ними там поработать в контексте си самого в питон не лезть тогда ты отпустишь эту блокировку и все будет как раз замечательно работать вот эти все штуки которые нам по и там библиотеки для линейной алгебры есть ну то есть куча уже готовых решений они чаще всего написаны носи и они работают быстро потому что ну потому что написаны носи и потому что оверхеда но смысле стоимость вызова модуля или класса который использует но который вызывается из питона но при этом написан носи очень дешевая то есть никаких накладных расходов дополнительных нет я сам просто писал даже парочку уже вот таких расширений они работают очень быстро то есть ну там у меня это было как раз вот нужно было математику какую-то посчитать на питоне она считается долго берешь расширение носи пишешь она все считается быстро питон быстро вызывает ты в итоге получаешь прям офигенную скорость с этим проблем нет надо немножко просто заморочиться если вот такая задача смешанная что нужен и питон и нужна какая-то там математика то можно сделать так но лучше конечно использовать готовое решение но плюс есть альтернативный метод это процессы дело в том что так как процессы используют раздельную между собой память и друг другу не лезут то они друг другу вот эту блокировку не делают и можно сделать ту же самую задачу на процессах здесь я уже сделал более красивый более красивую синтаксис ну точнее не синтаксис это более красивую функцию библиотеки использовал то есть не генерил процессы один за другим как объекты вызвал специальную функцию map то есть мы передаем список или итератор но в смысле и тарабу какой-то итератор значений а он и пул процессов то есть мы инициализировали пул процессов сказали вот мы там когда нам надо создадим шесть процессов а потом говорим вот есть набор значений используя эти процессы вычисли значение функции для каждого из этих значений то есть вот у нас есть функция медленный фибоначчи есть тестовый набор этих значений которые мы должны посчитать и он там сам определиться когда они завершатся кому какую отдать всю эту машинерию он берет на себя мы ему даем массив значений и функцию и он их считает применяя вот эти процессы и вот здесь мы уже можем получить ускорение что-то можем и не получить нет получаем то есть мы посчитали сразу все значения и быстрее в общем-то весьма неплохо здесь мы не увидели просто очень хорошего прироста потому что очень большие значения считаются медленнее чем ну то есть мы получили из-за самого медленного значения по сути вот ну то есть что стоимость операции для первых чисел гораздо дешевле чем для последних и пас ну по поэтому такая проблема возникла но мы бы в данном случае мы уже получили ускорение то есть вот это бы решила нашу проблему но взаимодействие между процессами она немножко сложнее чем взаимодействие между потоками то есть когда у нас потоки мы можем использовать просто одну ну одни и те же переменные и все будет замечательно работать между процессами нам нужно использовать специальные средства из вот этой библиотеки мультипроцессинг ну в общем то к счастью их требуется не так чтобы очень много самый популярный это скорее q в смысле очередь и она обеспечивает очередь которая доступна всем процессам и которые могут безопасно к ней обращаться то есть получать значение класть нее значение и при этом не не попадать на вот эти так называемые race condition и на проблемы вот когда два с блокировками там все хорошо то есть два процесса не могут параллельно начать делать одну и ту же операцию и испортить результаты друг другу да например или не могут два процесса взять одно и то же значение из очереди и начать его обрабатывать параллельно это нам все очередь обеспечивает здесь какой-то я не хотел прям очень сильно вот в эту штуковину углубляться она не очень часто нужно я вам просто хотел показать что она есть и что она в общем работает тут какой-то простой пример да вот мы положили в очередь какой-то да мы инициализировали очередь инициализировали процесс передали ему очередь как параметр и в этом процессе единственное что мы делаем это кладем в очередь какое-то значение мы его стартанули а потом из очереди в основном нашем процессе из которого мы все это инициализировали получаем значение а после этого говорим по join ну то есть мы убеждаемся в том что процесс который мы запустили он завершился и там все хорошо закончилось ну в общем все работает единственное что хотелось бы обратить ваше внимание что там есть такой параметр как тайм-аут то есть если его не указать процесс будет по сути вечно ждать нового сообщения то есть если очередь пустая и вызвать get то пока в очереди не появится никакого значения процесс так и будет висеть и ждать заблокируется да то есть можно указать тайм-аут и тогда если он не дождется вот тайм-аут секунд он бросит специальные исключения которое можно поймать и что-то сделать ну то есть вот она там empty то есть его можно импортировать из мультипроцессинга и как-то специально обработать ну например завершится или там что не сделать вот и помимо этого есть еще специальный ну как бы раз уж мы говорим про процессы так раз уж мы говорим про процесс есть специальный модуль который позволяет исполнять запускать процессы которые не являются питон приложениями да то есть ну там простой пример это мы например и запускаем какую-то баш команду то есть мы говорим вот у нас есть питон процесс питон процесс а мы из него хотим что-нибудь в нашей операционной системе выполнить запустить какой-то скрипт другой там не знаю инициализировать ssh соединение передать какие-то ну там что-то сделать такое что умеет операционная система а мы в рукопашную это будем долго делать ну или не сможем вообще никогда сделать и тогда мы используем модуль сап процесс я бы не сказал что он прям очень простой в использовании к сожалению но и можно пользоваться я бы наверное просто я его еще упоминаю потому что у меня от он в тестах используется я с помощью не вот вы там я как буду рассказывать про домашнее задание мы будем писать сервер небольшой и он запускается вот с помощью такой же конструкции поэтому я тут немножко накидал примеров вот это неправильный пример вот это правильный пример ну то есть как там передавать сложные аргументы командной строки то есть тут можно сделать практически все что угодно запустить там баш команду короткий скрипт и вычитать результат пожалуйста даже если он большой можно вычитать или если он там прям очень долгий мы это все можем сделать да то есть тут спица просто вот open сап процессу возвращает тоже некий специальный объект при его инициализации мы можем указать какие будут входные значения какие будут выходные значения ну то есть вот тут просто есть пример что мы записываем по ходу движения по нашей программе да то есть по ходу исполнения мы записываем во входной поток открытого нами процесса какие-то значения а он в конце концов нам что-то возвращает и вот тут так мы его еще и за закрываем явным образом него там есть много параметров например код возврата но на самом деле если вы ну возникает такая потребность например когда вы хотите автоматизировать какую-то там не знаю в рутинную деятельность и на все что на все что угодно вы не можете найти приложение на питоне которое это делает а вам например нужно какие-нибудь там автем там с хитрыми сценариями автоматизировать там сборки не знаю еще что то такое ну прям сложно и делать а башни хочется использовать или вы его не знаете как я например не очень знаю есть немножко более удобный способ есть библиотеки обертки для питона которые позволяют делать то же самое но гораздо проще вот например вот это там прям очень классно то есть там никаких вот этих не надо учить параметров которые вы саппроцессы там используется ребята уже это сделали за вас то есть там почти то же самое но с более таким человеческим лицом в общем это все прекрасно делается вот продолжаем разговор вот эта штука вам понадобится в домашнем задании советую обратить особое внимание мы говорим про тси пи пи протокол и про сокет и кто не знаком с тем что такое тси пи пи протокол ну в общем тоже хорошо не зря мы тесты набираем тесты писали для этого самого для отбора есть такой протокол нужен для взаимодействия компьютеров в некой связной сети то есть когда они соединены не напрямую между собой а посредством каких-то посредников например других компьютеров или специальных устройств но самый такой пример это конечно интернет что мы знаем адрес какого-то другого сервера где-нибудь который находится я не знаю в калифорнии и мы посылаем ему запросы то есть отсылаем ему какие-то данные и получаем от него какие-то ответы и причем мы не знаем каким путем наши данные или ответ попадет от нас к нему но сама сеть точнее взаимодействие между машинами вот в этой сети она позволяет добиться того что данные дойдут и ответ вернется назад то есть построен некая система передачи вот это вот эта информация так называемых пакетов чтобы конечный адресат был достигнут и хттп протокол который используется в интернете да и вообще куча других протоколов они все почти базируются на tcp ну на и писты ки то есть за адресацию за нахождение вот этих за маршрутилизацию отвечает айпи tcp это протокол который гарантирует что данные которые переданы что получатель может убедиться в том что он получит точнее ну что вы будете оба знать что получены все данные и если какой-то пакет потеряется его можно перепослать заново и удостовериться в порядке получения сообщений то есть вы в том порядке в котором вы отправили данные то есть не нарушится порядок следования этих пакетов ну точнее он там на той стороне он их пересортирует в нужном порядке и все будет хорошо работы с tcp и пи протоколом используются достаточно такие уже заскорузлые старые конструкции там оля там сишны очень похожи точнее не похожи интерфейс прям вот прям конкретно слизан сишны и библиотеки он там точно так же выглядит просто теперь он на питоне то есть вот это это просто магические заклинания которые постоянно копируются из примера в пример и для того чтобы вот это работало в общем не всегда важно даже знать что тут имеется в виду и это намекаю к тому что я объяснять не буду я общем и не помню даже что они значат ключевой для нас момент наступает вот где-то с этого места мы говорим что мы хотим привязаться к порту на таком-то адресе это значит что с этого момента соединение внешние к этому порту будет принимать наша программа и мы их можем как-то программно обработать мы начинаем слушать эти соединения и в вечном цикле принимать соединение ну то есть от connection accept он нам позволяет то есть это значит что к нам кто-то постучался в этот порт установил соединение и мы готовы обмениваться данными вот эта команда receive она говорит что нужно из соединения вычитать какое-то количество байт сколько получится но не больше 2000 2048 то есть если там будут еще данным их пока еще не прочитали если будет меньше мы получим меньше данных но этот самый простой такой сервере написал при получении команды quit или стоп он закрывает соединение ну то есть прекращает а если мы послали не эту команду а что-то другое он переводит их в верхний регистр и отсылает обратно то есть мы в то же самое соединение из которого принимали данные можем отправить ответ то есть это двустороннее соединение и причем хочется обратить внимание что в общем то обе стороны могут продолжать слать данные вне зависимости от того ответил им 2 отчет сторона и не ответила то есть в общем контроль очередности посылки данных проверки там в смысле что проверки их корректности в плане что там что-то написано правильнее или что ну это все ну то есть контроль кто что кому посылает это все уже лежит на приложении да то есть на уровне протокола выше да то есть это регламентируется протоколами так называем более высокого уровня то есть в хттп например написано что есть клиент который посылает данные он от сервера получает ответ соединение закрывается после этого и клиент может заново подключиться еще что-то спросить этот там в первых версиях и ттп вот и not ровно так и было это регламентируется на уровне протокола что а что теперь да то есть примерно такая история мы сейчас запустим вот этот примерный сервер на порту 4 пятерки вот он не отпускает у нас ну то есть вот работает и теперь мы подключаемся ведь есть такая программа называется тилнет которая по сути обеспечивает эти себе соединения есть еще над кат она похожая программа но она позволяет например в тсп соединения за бульбеник там целиком какой-нибудь файл или вычитать оттуда о при прелестно а куда он делся так сейчас а анетка от есть вроде бы давайте сейчас попробуем а вот я понял видимо я все-таки вот нет кат вот я послал какую-то данные нажал enter то есть закончил передачу то есть от отслал какой-то блок данных в ответ получил вот в эту вот эту штуку отошли еще каким данные пошлюкнул мне придет еще что то то есть вот это как бы но это нет кат так работает там может быть больше одной строки в одном сообщении то есть она никак не привязана по сути к текстовому формату а вам наверно не очень видно или видно мнение разделились сейчас так наверное будет лучше ну я просто на этом почти все заканчивается да то есть ну хотела ну в общем то дальше то нет ничего что тут имеет смысл в консоли показывать поэтому я просто завершу и сервис у нас здесь завершился или нет интересно ну ладно и ну в общем то есть никакой формат данных не навязывается он не обязательно должен быть текстовым это могут быть просто бинарные данные но он файл сделает в апперкейс ну он просто вычитает только 2048 байт до 1 2048 байт он так и сделку хотите да попробуйте должна должна все так и работать то есть ну это ты просто хотел сказать что это максимально как бы такая тупая история это не строки не джейсон них и ттп это набор байт и мы здесь чаще всего обращаемся с байтами то есть вычитали какое-то количество байт запихнули какое-то количество байт и ну вот вот так это все и происходит и на таком низком уровне достаточно просто ошибиться на самом деле потому что ну то есть вы отослали там 3000 байт но вторая сторона не хочет их принимать там у неё там буфер заполнился и вы теперь ждете пока она их примет ну то есть там много чего может происходить и писать на таком уровне приходится редко да то есть ну вот сейчас как раз домашнем задании придется но это будет совсем не больно потому что там как бы не очень много чего будет происходить просто чтобы понятно было как это делается просто на таком уровне чтобы вы понимали пишутся например протоколы взаимодействия с какими-то вещами которые предполагают какую-то производительность то есть например там им кэшт да или там и скейл сервер вот они вот таким вот у ровно таким образом там описаны какие-то команды что он принимает там запрос например скейл сервер да ты установил соединение ты туда шлешь запрос и получаешь в ответ статус и результат запроса там в каком-то виде сериализованным да то есть там через точку запятую там или еще как-то там или через пайпер и разделенные ну вот как то так или там в каком-то бинарном формате но по сути она вот реализована вот ровно таким образом ну я сейчас конечно уже там в современных некоторых там я не знаю в какой-нибудь монги наверное можно уже и через http сходить но в общем бинарные протоколы там тоже есть и они нужны когда речь идет о реально большом количестве данных то есть когда вы там не знаю гигабайтами закачиваете в эту базу или выкачиваете оттуда то формате реализации и способы доставки этих данных они уже имеют значение вы можете там себе вдвое ну то есть тот же самый джейсон на большом объеме данных чтобы его распарсить ну то есть получить какую-то в какую-то вашу внутреннюю структуру из текстового формата там из джейсона это не такая тривиальная задача но в том плане что вам нужно там дочитать до закрывающие скобки потом внутри опять там они могут быть как-то вложены составить эту сложную структуру это дорогая операция в отличие от например каких-нибудь разделенных там табуляциями или там . из запятых ну что их можно потоком читать ну к примеру и хотя тп протокол ну который вы много раз в действии видели и мы недавно наблюдали он устроен точно таким же образом это точно такой же tcp протокол и ну tcp based да и его можно там тем же самым лет к там летал на этом можно точно так же обратиться там на не знаю какой яндекс там или знаю мэру главную и он вам вот в этот откат выплюнет все содержимое вот этой странице то же самое что над дал бы браузеру то есть никакой магии нет то есть оно все вот так и работает просто как это слои абстракции они скрывают от нас сложность происходящего вот я сейчас руками составляю http запрос который сходит за md5 вот этим представлением и получит результат что я делаю я вот этому хосту 80 порту это http порт подсоединяюсь вот таким сокет connection вот эта часть это уже относится к протоколу http первая строка это глагол потом адрес внутри сервиса ну то есть по сути пас до сквайре string если вам это о чем-то говорит версия протокола следующая строка хост но это то же самое что и здесь могут быть варианты но в данном случае то же самое больше мне ничего в запросе не нужно тут же могут идти заголовки там тело запроса если мы передаем какие-то данные на сервер если это пост форма там куки вот это все идет вот тут следующими строчками то есть идет перенос строки и написано там там не знаю принимаемые языки accept languages двоеточие ru отбивка следующая строка cookies двоеточие пошла строка с cookies отбивка следующая строка и вот это все вот так передается на каждый запрос через tcp соединения вот так браузеры работает можете там руками попробовать поэкспериментировать сделать там все все будет также а мы здесь просто у нас запрос простой у нас прям в урле ну в path прописаны параметры которые нам нужно вызвать мы их и вызываем да но нет так что то это правда кернул restart спасибо я забыл про эту штуковину а он еще вот прекрасно вот что нам ответил сервис вот это тоже заголовки ответа он говорит окей это служит контент type он нам говорит я тебе прислал джейсон вот в таком наборе символов вот это какая-то его внутренняя штука я не знаю честно говоря что это помыто для каширования дата ответа сервер контент land это нам нужно для того чтобы точно знать сколько байт еще запрашивать вот вот в этом receive я просто поставил как это заведомо большое число но строго говоря я мог бы запросить первые там не знаю 50 байт или там 150 чтобы прочитать заголовки или там 500 байт дочитать до вот этого момента сказать ага а дальше оставшиеся там еще полторы тысячи байт это будет уже тело ответа и я там вычел то что уже прочитал запросил остаток и как бы отдал наружу все окей мне все получилось и а и причем она может в несколько шагов быть но в смысле что если страница большая или файл большой файл точно также отправляется ну там похожим образом то я получил там не знаю там 50 килобайт попросил еще сервер мне еще отправил и вот так вот мы будем ну там какое-то время обмениваться то есть я на сервер ничего не посылаю кроме подтверждения того что я получил уже какую-то часть пакетов ну просто протокол tcp так устроен что нельзя просто отправлять 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 бесконечное количество пакетов то есть когда ты какое-то количество данных отправил ты должен дождаться от той стороны подтверждения что я там типа вот столько пакетов получил окей давай дальше поэтому серверы блокируются когда он там большое количество данных отсылает ну вот так протокол устроен и в общем это логично и понятно в любом случае можно поставить тайм-аут там ну то есть это все делается ну вот это как бы как это вот эта вся магия http вот так вот она и все и работает мы это просто на простом примере рассмотрели вот это пример уже реализации самого http сер сервера на питоне но здесь использован встроенный http сервер который идет с базовым питоном с самим ну то есть из коробки в общем то пример я бы не хотел чтобы вы там ну просто я хотел бы чтобы вы просто посмотрели а блин я его запустил на свою беду и теперь мне нужно в него сходить видимо чтобы вам что-нибудь показать а он на local хосте на порте 80 на порту 8080 ну давайте сходим 80 работает но здесь мы этот сервер я бы его не очень ну как бы не сказал бы что он прям очень классный он достаточно низкоуровневый и это значит что здесь приходится много чего делать руками ну например нужно точно завершить ну то есть вы руками передаете заголовки руками передаете код ответа вы точно должны ну следовать по порядку который ну то что сначала должны идти заголовки если вы начали отдавать тело ответа точнее если вы уже передали and headers то больше других заголовков вы не впихнете уже должно идти тело ответа в общем ну да но не очень удобный вариант но слава богу этих этого добра вообще хватает в интернетах уж веб-серверов то у нас прям пруд пруди и вот этот веб-сервер ну честно говоря это дело очень большого вкуса и у нас на самом деле будет отдельная отдельная история с отдельная лекция которую скорее всего я и буду читать про именно в веб-фреймворке ну точнее мы возьмем один и я думаю что даже это будет джанга если ничего не поменяется я вам расскажу как устроен там простой веб-сервис уже с использованием фреймворка на питоне то есть со всеми вкусностями которые для вас уже приготовили сделали разработчики этих фреймворков вот этот фреймворк он тоже неплохой в нем прекрасно сочетается простота использования и скорость я выбрал потому что с ним работал но по сути он сейчас теряет актуальность потому что в третьем питоне ну то есть он просто реализовывал механику асинхронного взаимодействия но смысле большого по поддержке большого количества соединений на втором питоне сейчас во вну в третьем питоне это завезли уже из коробки это становится не так актуально но в общем то как простой действительно простой веб-сервис с какими-то вкусностями и полезностями он еще остается актуальным и это при том еще что он умеет держать неплохое количество соединений достаточно дешево то есть если у вас какие-то мелкие запросы но часто отдаются и вам не нужна какая-то супер машинерия это неплохой выбор ну в общем то есть мне мне приглянулся частично его простой синтаксис нам уже ничего такого сложного не надо делать мы объявили что у нас опубликован маршрут ну корень такой же 8080 порт и вот этот тип запроса ну то есть глаголы т.п. get по которому мы возвращаем просто hello world давайте его наверно тоже запустим время у нас есть а нет не запустим я вспомнил его к сожалению из этой штуки запускал он вот к сожалению не работает отсюда потому что эта штука сама использует торнадо я думаю что что из-за этого частично и там начинается какой-то трэш она достаточно низкоуровневая но она там просто под капотом для скорости используют достаточно такие хардкорные возможности языка для синхронной обработки в общем она здесь не работает на ее можно скопипастить вставить файл запустить и она там hello world вернет можно кстати сделать нас еще время дофига надо придумать чем рассказывать а вот она кстати наверное да это вот она же мы и сейчас запустим или не запустим сейчас сейчас я понял в чем проблема так если не стартовать лук там кино же не будет по моему не запустилась туда запрос станут работа обрабатывает сейчас попробуем еще раз я устанавливаю тут торнадо под под капотом она должно быть потому что и python его использует вот вот он говорит что он запустился попробуем проверить так ли это воу похоже что нет может порт не тот час секундочку 8090 специально чтобы чтоб жизнь медом не казалось но просто с такой штукой действительно проще будет работать во многих ситуациях и тут просто можно сразу определить глагол который она использует написать какую-то логику на питоне да то есть простая обработка параметров я там не буду часто топить до что это самое лучшее средство если там спросить мою рекомендацию то если вам нужно какой-то какой-то быстро накидать с не очень сложной логикой но вот прям за пять минут то вот это удобно потому что если мы говорим про какой-то более развесистый фреймборг про который мы потом обязательно поговорим то там гораздо больше возможностей из коробки но для того чтобы он стартовал и заработал там зачастую нужно какие-то параметры подкрутить там тут как бы а здесь прям запустил и работать если нужно прям что такое быстро и просто то все прекрасно с ним а ну вот кстати говоря про встроенный сервер встроенный сервер в питон у него есть классная функция если у вас есть статическая страница ее можно очень быстро там сейчас мы сейчас наверно погуглим даже по кстати на зарядку не подключился интересные придумал сейчас вот тоже гуглится прекрасно пойти на хттп сервер франком онлайн у него есть такой как бы сценарий использования что мы его просто запускаем вот так в консоли и он текущую парк папку на указанном порту сейчас начинает отдавать видно да то есть если у вас статический сайт с какими-то картинками просто сверстных оттп страница или вот у меня была там история я где-то скачал маленькую вики которая была нарисована целиком на джейси то есть загружается страница загружать какой-то сложный джесс а начинает все уже самообрабатывать надо его просто в браузер как-то вот подпихнуть и файлы отдавать которые рядом лежат может когда ты редактируешь а создает там джейс файл например вот все вот этого достаточно достаточно интерпредатора питона который почти везде есть и все работает но тут она это от второго питона у вас там третий например будет по моему он также называется ну понятно в целом понятно я думаю что как раз можно рассказать про домашнее задание поподробнее потому что с предыдущим там возникали вопросы писали в чате когда объясняли сейчас я попробую заранее предугадать и может быть поотвечать на вопросы сразу домашнее задание она в чем его смысл если в двух словах то я описал двоичный протокол для которого нужно написать сервер который принимает команды и чет делает чего делает это очередь заданий у нее из команды точнее мы сервер очередей заданий вы можете вызвать команду добавить какие-то данные ну то есть задание это просто набор байт какой-то да то есть там какие-то параметры или еще чего-то ну то есть просто какой-то набор байт команда сервера это добавить в какую-то очередь который до сего момента могло не существовать но теперь она будет создана вот такие-то данные и после этого их можно получить вы говорите получить данные с такой-то очереди она берет самое раннее и дает вам если она вам это уже выдала то если вы придете за этим второй раз опять вызовите ту же самую команду она вам должно вернуть уже следующее задание то есть это уже на исполнении но кем-то взято но если она находится на исполнении больше чем пять минут у там тайм-аут то оно должно в очередь вернуться и что важно оно должно вернуться не в начало очереди не в конец очереди она должна оказаться там же где и было ну то есть если мы взяли два задания или три задания и ни одной из них не выполнили выполнить ну выполнить задание это подтвердить выполнение этот отдельная команда если мы ни одной из них не выполнили то через пять минут они вот ровно в том же самом порядке должны в очереди появится не там не в обратном еще в каком-нибудь мы можем первое там взять три задания одно второе выполнить первые третьи не выполнить когда пять минут пройдет в очереди должно быть сначала первое потом третье задание вот я поясню да нет не обязательно я же говорю вот ситуация должна быть а почему нет мне не кажется что это логично потому что пока они были в обработке могли еще какие-то задания добавится ну какое-то могли подтвердить какое-то нет оно должно быть вот вот есть очередь мы взяли вот это задание но как бы вот мы его там не знаю зачеркнули все она и нет его пока нет если вы подтвердили она удаляется все уходит из очереди а если не подтвердили то вот это вот зачеркивание ну пропадает ну второе выполнилось мы его удалили у нас осталось первое третье ну вот если второе выполнилось но если следующее то добавилось в очередь еще одно задание то есть там на 4 вот она добавилась ну то есть пока они взяты пока не как бы в работе их в общем в очереди нет но когда заканчивается работа над ними то есть если тайм-аут истек они возвращаются обратно ну и чтобы прям совсем было здорово есть еще одна команда чтобы совсем просто не было это команда сохранение очереди на диск ну то есть вы должны все состояние сохранить на диск так чтобы после перезапуска сервера он продолжил с того же место нет используйте что хотите ну у меня ничто ты знаешь не http запросы нет не обязательно если сокеты будут на синкой а ну пожалуйста я честно говоря ошибку возвращал я не помню написал я про это или нет но мне кажется что в общем если тут этого явно не описано то поведение называется он defined если она будет вести каким-то артефактом мы тогда добавим описание поэтому мне кажется что ничего страшного не должно быть если ну я бы я бы возвращал ошибку на самом деле да если кому-то задание будет не очень интересным мне кажется что есть такие товарищи которые прямо ну ну просто уровень у всех разный я долго сомневался включать это задание или нет но по желанию я тоже приму ну просто сейчас история такая теперь это похожее задание на то которое было в прошлом семестре но в прошлом семестре я просил сохранять задание каждый раз на диск при каждой операции в надежде что кто-нибудь сделает красивое решение с тем чтобы сохранять только то что поменялось ну сохранить текущей операции то есть не все дампить на диск а только то что поменялось но к сожалению ну видимо показалось слишком сложным никто этого не делал если кто-то захочет сделать я с удовольствием подскажу помогу но это как бы пожелание то есть я такое решение тоже приму как бы я бы даже с удовольствием но обсудил бы и тонкости не может быть рассказал бы как это сделать лекаться ты будет поинтереснее но это не обязательно это пожелание пожелание это сделать так чтобы команда сейф была не нужна чтобы при получении каждой следующей изменяющей операции он сохранял на диск уже состояние очереди но желательно тогда чтобы он отделал не всю очередь не целиком а только то что поменялось вот пришла команда и он сохранил команду по сути просто это такая история она называется в базах данных в рай ты хоть мог мы сохраняем маленькую операцию которую сейчас пришла ну например добавить вот такое значение и пишем только его на диск ну то есть маленький кусочек не всю очередь она может быть большая а вот этот маленький кусочек но потом когда мы поднял разворачиваемся ну да то есть мы упали там кто-то грохнул процесс поднимается мы вычитываем этот журнал операций и восстанавливаем текущее наше состояние по нему ну ну в нормальной ситуации он должен сохранить все значимое состояние очереди на диск чтобы если после этого очередь поднимется ну то есть если в этот момент убить там остановить процесс и запустить заново он должен при инициализации прочитать вот это состояние из файла с диска так чтобы оно было точно такое же как вот на текущий момент то есть чтобы все данные сохранились если задание взятого обработку она тоже должно быть там помечено ну то есть прям вот чтобы не как чтобы если мы грубо говоря мысленный эксперимент проделали убили и тотчас вот сделали сейф он вернул окей мы убили процесс и заново подняли без каких-то дополнительных команд просто на старте клиент не должен увидеть разницу ну наверное все может быть у кого-то какие-то вопросы еще есть